На дороге к кладбищу ведутся работы по частичному удалению старого асфальтового покрытия. Мягкий грунт на обочинах заменят на песчано-каменную основу, укатают тяжелыми катками для избежания его просадки в будущем, и дорога станет шире, чем та, по которой приходилось съездить анапчанам последние 10-15 лет. А вот ремонт улицы Шаумяна, центральной улицы села Гайкадзор, пожалуй, самое долгожданное событие для жителей этого села. С тех пор, как полгода назад президент Владимир Путин дал старт строительству международного стратегического объекта, жизнь в селе сильно изменилась. Десятки грузовых машин, днем и ночью, совершая сотни рейсов, медленно разбивали асфальт. Сегодня некогда ухоженная, аккуратная улица выглядит так, как будто здесь асфальта никогда и не было. Спустя несколько месяцев объездная дорога для вывоза грунта все же была построена, и подрядчик Южного потока приступил к ремонту уничтоженного дорожного полотна. На данный момент будет проведен ремонт, а затем и реконструкция всей центральной улицы. Сегодня полностью была произведена выемка грунта от больших грузовых машин, где были продавлены места на 80-90 сантиметров, утрамбовывается песчано-гравийная смесь. По окончании этих работ дорога будет эксплуатироваться жителями транзитным транспортом, а весь грузовой транспорт, как вы видели, ушел на объездную дорогу. Второй этап реконструкции дороги будет завершен по окончании строительства КС «Русская». Он будет предусматривать в себе строительство тротуаров, канализов, ливневых стоков и сам асфальт. Стоит заметить, что на этапе согласования движения большегрузного транспорта разрешение было подписано с условием использования объездной дороги. Но на каком этапе производства работ произошел сбой, и кто виноват в том, что круглые сутки грузовики ездили по селу, выяснить так и не удалось. Поэтому подрядчик, осуществляющий вывоз грунта с компрессорной станции «Русская», обязательство по ремонту взял на себя. Из городской казны на восстановление улицы Шаумяновой и Кадзоре не будет потрачено ни копейки. Вадим Родин, Анапрегион.